Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от Ажизни, это продолжение нашей карьеры за Зенит. Итак, под прошлым видеороликом вы снова не набрали 15 лайков, а это значит, что сегодня мы отыграем только 2 матча. Ребят, все от вас же и зависит. Если вы хотите видеть по 3 матча в выпуске, то тогда нужно ставить 15 лайков в планку, я эту не буду повышать. Хотя бы набирайте 15 лайков, потому что, ну, мне тоже же надо какую-нибудь мотивацию-то давать, поэтому все будет зависеть от вас. Сегодня у нас домашняя игра против Сочи и выездная против Урала. И также, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, вам чуть-чуть осталось до 400 подписчиков, буду верить, что вы сможете это сделать. Ну и давайте посмотрим на состав против Сочи мы выйдем. Ну и, естественно, сейчас я буду немножечко здесь состав ротировать. Так, ну, против Сочи я бы оставил Лунева на воротах, потому что у нас через матч будет игра в Лиге Чемпионов, так что пусть Лунев пока что будет на поле. Также Терентьева бы я выпустил, вот. Ну и кто из центральных защитников здесь больше устал? Да не на одинаковом, но Ракицкий мне как-то, я не знаю, больше доверия вызывает. Ну и тем более, если я Ракицкого заменю, то у нас командный дух там немножко упадет. Так, вместо Туга Сантоса я выпускаю кругового, ничего нам сильно это даже не меняет. Дальше выпущу я вот так вот Ярохина и Мусаева бы еще бы выпустил. Пока что неплохо держимся в рейтинге. Выпущу Регони вместо Малкома, тоже нужно отдавать отдыхать. Дальше слева у нас в нападении, естественно, будет мостовой. 80, ну немножечко, ничего страшного. Так, а здесь у нас кто? Эти нам вообще не нужны. Поэтому, так, здесь надо бы порядок тоже навести. Это как-то неудобно все. Вот так. Так, все. Вот так. Ну и теперь в нападении, естественно, пару вот эту вот выпущу. Чалов и Шамуродов. Ракицкий у нас капитан. Вот, ну посмотрим. Здесь практически все, весь состав второй, кроме Лунева на воротах и все. Поэтому вот таким составом мы выйдем против Сочи. Они сейчас идут, кстати, на четвертой строчке, поэтому, может быть, я зря так делаю. Но все равно после Лиги Чемпионов нужно дать игрокам отдохнуть. Так, по формам, что нормально, там все сейчас будет. Да, отлично. Зенит Сочи. Поехали. Итак, Зенит Сочи. Мы готовы сегодня одерживать очередную победу, я надеюсь. Вот такой еще. Взяли кадр, красивый. Ну что же, Зенит против Зенита 2 сегодня играет. Мы готовы. Сегодня даже второй состав у меня прямо такой играет, кроме Лунева. Он, естественно, сегодня в старте. Посмотрим, как отыграем. Все, уходим мы на перерыв. Счет у нас 0-0. Сейчас будем смотреть, что можно изменить. Так, ну... Вместо Мусаева я выпущу... Ну, все-таки Барриас, он больше там по силам готов. Также выпущу я... Азмуна вместо Чалова. Вот, тоже на это посмотрим. Ну и давайте... Дриуси вместо Настового. Дзюба сегодня на поле, к сожалению, не выйдет. Дриуси. Так, Азмун. Ну и что это за парень? А только мы его выпустили, и он забивает. Отлично, Сердар Азмун. 1-0.49. Ну и уже 50-я минута идет, да? Роберто Карл, естественно, доволен тем, как складывается. Игра уединица сейчас замечательная. Здесь и Дриуси отдал на Азмуну, ну и кто не держал Сердара. Отлично. Наградил его этим пасом. Гляно. Себа. Себа делает счет 2-0. У Себастьяна Дриуси сейчас гол плюс Галевая за этот матч. Вот тогда вышел на замену. Забил, отдал. Супер. И все. Уверенная победа домашняя над Зенитом 2. Азмун и Себастьян Дриуси вышли на поле во втором тайме и забили. Так что это гениальное тактическое решение было. И лучшим игроком признан Дриуси. А Чала вообще 4-5 оценку получил. Так. Победили мы 2-0. У нас 4 очка лидерства на ЦСКА. 7 побед у нас. 11 забитых мячей. 0 пока что пропущено. Вообще все замечательно у нас. Ну и сейчас игра у нас против Урала. Здесь я немножко, наверное, такой же состав оставлю. Немножко. Так. Нам приходят сообщения, переговоры, работа скаутов. Нам кого-то здесь нашли. Нападающего нам нашли. Левого. Да. Муниаин. 28-летний из Атлетика Бельбау. И Богу. Вот Богу, кстати, интересно. У него дриблерство есть. Скорость где у него? Вот скорость 83, ускорее. Ну, среднее это значит получается. 84-85, наверное, все-таки мы дали. Ну, интересно, интересно. Вот его я добавлю. Ну, 23 года и рейтинг уже 80. Неплохо. Так. Насчет Урала у нас сейчас. План игры. Давайте я вместо Луниевого Кержакова выпущу. Вот. Вместо Оссорио Прохину. И вместо Ракицкого я бы Ловрена. Просто хотя тут... Нет, Ракицкий, наверное, будет отыграть. Пусть лучше так. Так. Выпущу сесть на Караваева. Посмотрели бы Терентьева. Также могу еще ставить. Пусть. Немножко я хотел же только изменить, да. Так. Ну, и в нападении я выпущу Дзюбу. Естественно, с капитанской повязкой. Ну, и Чалова оставлю. Надо ему исправляться. Почему-то он так неубдительно отыграл. Ну, если что, шум уродовая, я выпущу. Все. Здесь у всех вроде нормальные силы. Могу. Могу я. Вместо Мусаева Аздоева выпустить. Потому что как-то мне Мусаев не сильно зашел. Вот. Поэтому вот таким составом. Отыграем на выезде мы против Урала. Итак. Сейчас у нас выездная игра. Давайте посмотрим на расстановку Урала. 4-2-3-1 у них. Неплохо, кстати. Ну, Панюков у них в старте. Так что не будем про это тоже забывать. Урал-Зенит. Поехали. Итак. Урал-Зенит. Стадион Центральный. В городе Екатеринбург проходит этот матч. Мы готовы. У нас 7 побед из 7. Пока что в чемпионате. 11 забитых мячей за... Сколько? Ну, сейчас получается 8-й тур. Ну, давайте 7-й можно говорить. За 7 туров. И пока что очень меня радует наша оборона. 0 пропущенных мячей. И... И это 1-0. Отлично. Мостовой забивает. Шикарный гол. И 17-е минус. Скорее всего там 16-е. Могут еще засчитать. Мы выходим вперед. И... Ой-ой-ой-ой. Как сейчас джигу-то. Падает в штангу. Подача. И Артем. Ну, сейчас это он забило. Прошлый момент сейчас не получилось реализовать. Но Артем Дюба забивает. И 32-я минута. Счет у нас 2-0. Отлично. Дюба. Началова. Ну, и Чалов. И Чалов забивает. Вот. За предыдущий матч, где он получил оценку 4-5 против Сочи. Он отлично сейчас отыграл. Забил. Но все равно вместо Чалова я сейчас, скорее всего, Шамуродова выпущу. Либо сделаю связку Чалов и Шамуродов. Чалов неплохо находит Мостового. Мостовой. Ой, 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 ой. И Чалов забивает дубль. 68-я минута. И Федор Чалов первый свой дубль забивает за Зенит. Отлично. Я все-таки сейчас хотел, чтобы Шамуродов тоже забил. Но как-то вот все вот эти вот рикошеты на ногу к Чалову пошли. Ну, замечательно. Разгромная победа Зенита на выезде над Уралом. Дубль забил сегодня Федор Чалов. Дюба и Мостовой забили по одному мячу. Ну, сейчас мы узнаем, кто все-таки. Ну, естественно, мне кажется, Чалов лучший игрок матча. Четыре удара в свор, четыре гола. Дюба нет лучшего игрока, 7,5 у него оценка. У Мостового 7,0. Значит, вряд ли уже Мостовой попадет в сборную месяца, потому что у Дриуси было 7,5. Итак, восьмой тур закончился. У нас восемь побед, 15 забитых мячей. Мы лидируем и по этому показателю, и по показателю пропущенных голов. За восемь матчей ни одного пропущенного. 15 разниц мячей. Это самая лучшая разница мячей сейчас, в данный момент, в чемпионате. И у нас 7 очков лидерства на ЦСКА. Ну что же, приходит нам сообщение. Это ежемесячный отчет. Дюба и Азмун, причем, попали только в сборную. Киржаков получил роль лидер в команде. Отлично. Мостовой плюс один, Прохин плюс один, Шамкин плюс один, Ригони плюс один, Дриуси плюс один. Симдянкин плюс один, Сандерс, Лендер, Руссу и Довэлл. Это всякие эти ригины. Вот такие вот дела. Следующий у нас уже выпуск не за горами, так что ставьте, друзья, 15 лайков. И мы отыграем с вами 3 матча. Это матч против Марселя домашний, матч домашний против Химок. И выездная игра против Ахмата. Так что все, друзья, будет зависеть от вас. 3 или 2 матча мы играем. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok